Об этих трех сотнях дней и не только. Далее будем говорить с нашим гостем Денис Попович, военный обозреватель, с нами на связи. Денис, здравствуйте. Рады вас, как всегда, видеть в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Зеина. Не хочу банальности говорить о том, как изменилась украинская армия. Я думаю, многим и так понятно, что как Украина, так и украинская армия изменилась кардинально за эти 300 дней, за эти три сотни дней полномасштабной агрессии России против Украины. Да, наверное, еще с 2014 года, можно так, в принципе, сказать. Какой бы итог за 300 дней вы бы сделали? Так одним абзацем, как для Украины, так и для Российской Федерации. Возможно, даже для системы безопасности во всем мире. Ну, украинская армия подтвердила свой статус. Самая лучшая армия в Европе, по простой причине, что теперь мы имеем реальный боевой опыт, с той армией, которая считалась второй в мире, да. А та армия, которая считалась второй в мире, сейчас подтвердила свой статус, что она до этого уровня не дотягивает. Вот по ряду причин, на которых мы можем сейчас останавливаться, можем не останавливаться. Но главная причина заключалась в том, что отсутствовало планирование, отсутствовала оценка реальной ситуации в Украине, способности украинского общества и украинской армии к обороне. И, в общем-то, если бы эти оценки были бы правильными, то, очевидно, этой войны бы не состоялось. Поэтому, если вот так вот кратко характеризовать, то вот примерно вот так вот я бы и описал ситуацию. Денис, если говорить по итогам встречи, которая была накануне Путина и Лукашенко, Американский институт изучения войны говорит о том, что после этих разговоров, после этой встречи, маловероятно вторжение все-таки Российской Федерации. То, что Беларусь будет принимать участие в полномасштабном вторжении, что армию свою предоставит. Как это может поменять что-то для Российской Федерации, в частности, и в потерях Российской армии? Ну, по-хорошему мало что-то поменять. Почему? Потому что сейчас Беларусь не принимает непосредственно участие в боевых действиях путем Украины. Если не считать того, что не представляют территорию, если не считать того, что не помогают россиянам восполнять потери, которые были понесены во время боевых в Украине. Я имею в виду потери в техниках, и в технике я имею в виду потери боеприпасов. Мы знаем о том, что они присылают, ремонтируют танки, ремонтируют БМП, ремонтируют бронированную технику и присылают боеприпасы на распоряжение Российской армии. Поэтому вряд ли, скажем так, не вступление Беларуси в войну что-то поменяет для Российской армии, они будут и дальше гнуть свою линию. Какой именно эта линия будет, мы уже имеем полное представление. Они пытаются захватить Донецкую область за Бахмут и другие города, и они будут пытаться, очевидно, наступать в направлении Купинска для того, чтобы отыграть те отступления, которые у них получились вследствие нашего КОТРа наступления в сентябре этого года. А еще тоже одно уточнение по встрече в Минске Путина и Лукашенко, то, что Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусских экипажей, боевой авиации, применения боеприпасов со специальными боеголовками. По сути-то обучение и так проходит. Почему акцентировали внимание именно на этом? Что это? Можете разъяснить? Ну как же. Новое ядерное оружие, появление нового державы, которое будет иметь ядерное оружие. У меня только один вопрос. Насколько члены ядерного клуба, который уже сформировался, будут рады такому вот прибавлению в их составе государства, которое по своему статусу сейчас находится где-то между Северной Кореей и Ираном. Насколько, скажем так, члены ядерного клуба будут приветствовать появление Белоруссии в их рядах? Я бы, Денис, с вашего позволения, вернулся к тем потерям. Аня говорила о потерях также. Коллеги, давайте еще раз покажем сводку от Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 300-й день полномасштабной агрессии. Россия против Украины чуть больше 99 тысяч, почти 100 тысяч. Слушайте, вооруженные силы Советского Союза потеряли в ходе войны в Афганистане, я напомню, 14 427 человек. В ходе войн против Учкерии в первой кампании 5732 человека представители Вооруженных сил, 1872 это данные по МВД. Во вторую войну против Учкерии 2984 человека погибли. Опять-таки, официальные данные, как мы знаем, чаще всего официальным данным не стоит доверять. Тем более данным, которые российское руководство говорит о потерях. Например, своей армии в агрессии против любых государств, территорий, либо объединений. Если суммировать даже те войны, которые Советский Союз и Российская Федерация, как уже отдельное государство, вели против Афганистана и против Учкерии, они никоим образом вообще даже близко не становятся к тем потерям, которые есть ныне в российской армии. Денис, я правильно понимаю, что, в принципе, для такого государства, как Россия, там, мобилизационный резерв, вообще потенциал человеческий, он, в принципе, восполним. Но если говорить о людях, которые профессионально занимают свои позиции, на обучение которых тех же ВДВшников, там, псковские десантники те же, к примеру, на которых, обучение которых идут годы, там, миллионы долларов, если мне не изменяет память, то есть это такой трудоемкий, долгий процесс, дорогостоящий процесс. Всех этих людей, по данным New York Times, недавно, помните, публиковали, Россия вкинула на территорию Украины, псковские десантники получили то, что получили, скажем так, были разбиты, теперь Россия пытается восполнить. Насколько вообще возможно восполнить вот эти потери, особенно в первые недели полномасштабной агрессии, когда элита ВСРФ заходила на территорию Украины? Ну, во-первых, как уж не сравнивал бы потери на украинском фронте с потерями в афганской войне и в двух чеченских войнах, это конфликты совершенно различной интенсивности. При всем уважении к Кичкерии, к кичкерийским бойцам они не имели, в общем-то, таких возможностей, которые имеет регулярную украинскую армию. Да они это и сами признают, у них и таких средств по войне было, и у них поначалу не было и бронированной техники, но это совершенно разные уровни конфликтов на самом деле. Здесь у нас полномасштабная война с применением практически всей номенклатуры вооружения, с заключением ядерного оружия, то есть один из самых крупных конфликтов после завершения Второй мировой войны. И понятно, что он чреват большими потерями, которые, к сожалению, будут пополняться. Я думаю, что 100 тысяч мы увидим, если не завтра, то послезавтра мы точно увидим 100 тысяч потерь в рядах вооруженных силах Российской Федерации. По поводу ответа на ваш вопрос, конечно, можно восполнить те потери, которые россияне понесли, но вопрос в том, сколько времени это понадобится. Как вы верно заметили, на подготовку десантников, на подготовку летчиков, на подготовку артиллеристов уходит время. Уходят деньги, уходят средства. В тех темпах мобилизации, которые сейчас заданы российским руководством, качественная подготовка таких людей и качественное восполнение потерь нормальными специалистами невозможно. Совершенно невозможно. То есть за один месяц нельзя подготовить хорошего десантника и нельзя подготовить хорошего специалиста в других сферах. Так, какую-то подготовку не могут пройти в общем и целом, а все остальные навыки они будут получать в бою десятым образом потери, о которых мы с вами говорим. Поэтому будет продолжаться такой людской конверк, и можно об этом, к сожалению, смело говорить, потому что, как мы знаем, в январе в России планируется новый этап мобилизации. Как мы знаем из сообщений западных СМИ, Путин для себя как бы решил, что потери в 300 тысяч человек для него вполне приемлемы. И есть информация о том, что Министерство обороны Российской Федерации уже заказало 500 тысяч новых черных мешков для того, чтобы туда помещать трупы. Поэтому, в общем-то, как бы мы можем по этим данным предполагать, какие именно намерения есть у российского руководства. Если на продолжение темы потерь, недавно, вчера, если не изменяет память, Нью-Йорк Таймс распространила заявление Михаила Подоляка, советника главовца президента Украины, о том, что несмотря на серьезные неудачи на протяжении всей полномасштабной агрессии России против Украины, российские военные в настоящее время разрабатывают план массированных пехотных атак. Тактика похожая на тактику Советского Союза, применена такая была тактика во времена Второй мировой войны, похожая на тактику Мясника Жукова. Насколько вот такое использование, во-первых, видите ли вы возможные предпосылки к подготовке такой атак? И что это вообще такое? Пехотные массированные атаки. Как это выглядит на практике? Большие массы, то ли группами, то ли какими-то, ну, определенными группами, определенными, скажем так, структурами, пытаются волнами атаковать подготовленные позиции для того, чтобы их продавить. В какой-то момент, скажем, они могут рассчитывать на то, что огневой мощи может не хватить для того, чтобы остановить этот вал, остановить этот поток людей, и таким образом они смогут прорвать оборону. И следующий, скажем так, кишелон этих людских масс уже пойдет в прорыв для того, чтобы развивать наступление. Вот таким вот образом это все и выглядит. Это такое происходило не только во время Второй мировой войны, такое происходило во время Первой войны, когда впервые были применены вот такие вот долговременные укрепления, окопы, линии обороны, которые противоборствующие стороны пришли на Западном фронте, на Восточном фронте, это было немножко все иначе, а на Западном фронте противоборствующие стороны пытались так вот людскими массами, артиллерией, артиллерийской подготовкой прорвать эту линию обороны. Примеров очень много, Верден, Сома, все эти битвы времен Первой мировой войны мы сейчас видим в миниатюре под Бахматом. Но вот в таком вот духе все это будет и происходить, если отвечать на ваш вопрос. Давайте вернемся к потерям российской армии. Вы говорили о потерях, о восполнении, насколько это реально личного состава. Еще по поводу техники давайте поговорим. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у россиян осталось запасов ракет на 3-4 атаки, но 3-4 через дефис, да, атаки, но после этого у них будут исчерпаны все запасы, что недопустимо для военных. Давайте сейчас Данилова послушаем. Если учитывать масштабные атаки, которые у нас уже были, то у них осталось максимум на 2-3, может на 4 на шкрибут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо. Ведь у них могут появиться совсем иные вызовы, и они должны оставить хоть какой-то запас. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли, и прошли давно. У них остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, к сожалению, по нашим городам. Этих ракет у них более или менее достаточно. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью «Украинской правде». Как вы оцениваете и запас, и восполнение россиянами запаса? Ну, я не буду спорить с господином Даниловым по поводу его оценок, насколько залп у них осталось ракет. Я вообще неблагодарное дело, на самом деле, с моей точки зрения, их считать. Почему? Потому что у них довольно еще и запас советских ракет, которые также могут запускать, и запускались раньше. И они довольно много бедно творили, эти советские ракеты. Мы помним попадание в Кременчуге, да, вот, с торгового центра. То есть это же была не Х-101, это была Х-122. Х-22, если не память не изменяет, это советская противокорабельная ракета. Вот поэтому не стало бы считать, сколько у них осталось, тем более, что по оценкам специалистов, да, в том числе и западных, они все еще способны восполнять это количество ракет со скоростью примерно до 40 единиц в неделю. Такие были подсчеты. Ну, соответственно, мы сейчас можем с вами посчитать, что если они выпускают по 80 ракет по территории Украины, то спустя неделю они могут, скажем, собрать еще 40. Поэтому, в общем-то, как бы, я бы не торопился бы с оценками о том, сколько у них этих ракет осталось. Валерий Федорович Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, в интервью The Economist, он говорил о том, что ныне Россия за Уралом, как и во времена Второй мировой войны, проводит определенные процедуры восстановления, как я понимаю, построения новой военной техники. О какой, как вы считаете, технике вообще может идти речь? То есть в чем, что ныне крайне необходимо российской армии для успешных наступательных действий? Ну, с учетом их, скажем так, ранней тактики концентрации артиллерийского огня, это, прежде всего, террористские боеприпасы, которые нужны для того, чтобы, в общем-то, этой тактике следовать. Мы это видели под Северодонецкой, мы это сейчас видим под Бахмутом, они пытаются сконцентрировать свой огонь и таким образом поддержать тупик оттук, который идет к наступлению. Это первое. Второе, им, безусловно, нужно бронетехниках, то есть танки, БМП, для того, чтобы хоть как-то свои стрелковые части, которые они с вами будут измобилизованы, превратить в мотострелковые, чтобы они более или менее соответствовали реакторам нынешних боевых действий. Что касается высокотехнологичной техники, как-то тех же самых ракет там или других систем, то у них с этим есть затруднения, которые связаны с санкционной политикой. Мы в этом знаем. И у них сейчас будут большие проблемы, в общем-то, с тем, как с высокотехнологичным оружием. Господин Залужный высказывал свои опасения и уверенность в том, что возможно наступление на Киев. Но мы так же с этим спорить не будем. Оно действительно возможно. Почему? Потому что планы наступления на Киев россияне до сих пор вынашивают. Однако хочу подчеркнуть, что пока на сегодняшний день такой угрозы нет. Поскольку нет войск, которые могли бы собираться на киевское направление. То же самое касается и украинско-белорусского участка. То есть пока там войска еще не собираются. Однако хочу еще раз повторить, что угроза возможного наступления, возможного наступления на Харьковском направлении, на Купинском вернее, и на Донбассе, она вполне реальная. Там эти войска собираются, в том числе и числа мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку, в том числе и на белорусских полигонах. Возможно, новая атака российской армии, возможно, российско-белорусской группировки на Киев. Как вы считаете, приведет ли, ну вообще разговоры даже о таком, приведет ли к определенной интенсификации поставок вооружения Украине? Уже якобы Патриот это, ну якобы, опять-таки, решенный вопрос. Ждем их в Украине. И Патриот это, собственно, такая система, которая сделает больно, я скажу вот так вот, довольно мягко, по отношению к российской армии. Возможно ли новый Рамштайн? То есть каким образом вот такая угроза, новая угроза, как она повлияет на западных партнеров Украины? Ну я бы хотел бы сказать, что, в общем-то, те интервью, которые давал Валерий Залужный, а параллельно вышли интервью Владимира Зеленского, президента, и Александра Сырского, командующих с кокутливыми войсками. То есть там была целая серия интервью вот этих людей, от которых зависит ведение боевых действий. Они, в общем-то, и были направлены на западного читателя и на западного потребителя для того, чтобы обратить их внимание на то, что россияне собирают войска, проводят мобилизацию и готовят наступление на возможных направлениях, в том числе и на Киевск. И это, в общем-то, выступало ликмотивом всех этих интервью, о том, что дайте нам оружие для того, чтобы могли решить свои задачи военным путём. Иначе Россия попытается решить военным путём свои задачи, да, организовав наступление на примененных направлениях. Поэтому, с учетом того, что все эти интервью не очень большой резонанс произвели, особенно интервью Валерия Залужина, то вполне можно рассчитывать на то, что будет интенсификация поставок вооружений. Более того, как вчера мы слышали и отреагировал премьер-министр Великобритании Риш Сунок, он заявил о том, что в следующем году будут направлены большие партии боеприпасов из Великобритании в Украину, а именно боеприпасы требовал, в частности, Александр Сырский тоже своему интервью и зданию за иконами. Обстановка в Донецке и Луганской народных республиках, в Фершсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военных. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Но если убрать вот эти все пропагандистские нарративы, вот за таким заявлением, за таким приказом, за такими поручениями Путина в временно неподконтрольных его территориях, что за этим стоит? Из-за конкретной вещи он хочет устранить действия партизан, диверсионных взрывных групп, которые нарушают логистические связи, нарушают связь между войсками, помогают выявлять цели, которые потом накрываются ракетными ударами. Мы знаем, что это за цели. И склады с боеприпасами, это и командные пункты, это и казармы, Мелитополь, Токмак, все это, в общем-то, на слуху. И все это, в общем-то, как бы мы об этом знаем. И без сомнения, выявлять цели помогают люди, которые там настроены по-украински. Таких людей там много. И Путин говорит о том, что необходимо пресечь это. Это партизанское движение, необходимо уничтожить всех этих информаторов, которые помогают вооруженным силам Украины выполнять свои задачи. Собственно, об этом как бы речь идет. Еще хочу обратить внимание на вот эту фразу по поводу контроля населения. Это в большей степени ориентировано на внутреннюю аудиторию. И это снова-таки является постельным признаком того, что в России готовится новый этап мобилизации, который чреват с точки зрения кремлевского руководства определенными социальными волнениями. Поэтому эти волнения также нужно пресечь на корню. И это сигнал уже именно в этой сфере. Денис Ханцеп. Информация от службы информации безопасности Молдовы, представитель ЕО Александр Мустяц, он говорил недавно о том, что Россия может вторгнуться в Молдову зимой или весной 2023 года. По оценкам ваших коллег, на территории незаконного Приднестровья находится около 11 батальона тактических групп. Там с разной оценкой до 10 тысяч военнослужащих. Представляют ли они угрозу вооруженным силам самой Молдовы? И представляют ли вот эти люди угрозу непосредственно Украине? Ну, я, скажем так, не хотел бы обижать в молдавскую армию, вооруженные силы Молдовы. Но российская угроза для них весьма реальна. Если Россия захочет атаковать Молдову, то у Молдовы могут возникнуть очень большие проблемы. Серьезные очень проблемы могут у них возникнуть. На самом деле, действительно, вопрос существования Молдовы в нынешнем виде может стать сточного уровня предельства Молдовы. Но мне кажется, что это заявление, оно звучало в контексте возможного прорыва российской армии к Днестровью. То есть, ну, грубо говоря, создание сухопутного коридора вот его в полном варианте. Начиная от Днестровья, собственно говоря, ну и заканчивая Донецкой областью. На мой взгляд, это маловероятно, практически невероятно. Вот. Я даже не знаю, что должно случиться для того, чтобы россия не прорвали по сухопуту, по украинскому. Поэтому, как мне кажется, возможность нападения российской армии на Молдову является весьма гипотетически на сегодняшний день. Ну, хотя, кто знает, что говорил Путин, а тем более, что сейчас, в общем-то, есть мнение, что свои неудачи на украинском фронте пытаются прикрыть другими военными операциями. На столе лежит у него, как уже было сказано, Молдова, на столе лежит у него вариант с Грузией, между прочим, да? И на столе у него лежит вариант с Северным Мазахстаном, потому что бы в Торнусу заветить в эти местности. То есть, вариант, при котором неудачное течение войны в Украине, он захочет прикрыть чем-то более победоносным, он весьма, весьма логичен. Спасибо вам, Денис, за ваше разъяснение. Денис Попович, военный эксперт, военнообозреватель, был с нами на связи.